Памятники архитектуры хранят в себе множество тайн. Шуйская колокольня не исключение. Во второй по высоте одиноко стоящей звонницы в России, в результате восстановительных работ найдена записка из прошлого, в бутылке из-под лимонада. Я нашел одного из этих людей, Холмова Михаила Сергеевича, который работал с крестом, с яблоком, шпиль они кровлей занимались в 1971 году. Он попросил, чтобы мы запечатали бутылку и положили на место, где взяли, для следующих реставраторов. Вообще традиции оставлять письмо с именами мастеров у реставраторов нет, точнее не было до этого случая. В 1971 году над восстановлением колокольни трудились 19 человек, в 2014 году 20 специалистов, имя каждого запомнит история. Вторая удивительная находка – пулевые отверстия в основании яблоки и кресте с колокольни. Сейчас оба объекта находятся в реставрационной мастерской. Они разобраны по частям и тщательно отшлифованы. Идет подготовка к покрытию позолотой. Крест сначала не знали даже как его снимать, может даже думали там вертолетом или как получится. При исследовании, лазили наверх, исследовали, выяснилось то, что он разбирается на части совсем легко. Вот мы его разобрали, спустили вниз. Сварщик там по медиаспециалистам паял, запаял дырки, все это зачищали. Священнослужители предполагают, что колокольню обстреливали красноармейцы в 20-х годах прошлого века в результате кровавых событий в Шуе. С этого же времени сохранилось несколько легенд о последнем плаче, сброшенных с высоты колоколов. История шуйской звонницы берет начало в 1812 году. Ее построили в честь победы в войне с Наполеоном. Изначально ее архитектором был известный швейцарский мастер Гауденса Моричелли. Но колокольня, построенная тогда уже до третьего яруса, внезапно обрушилась, что, конечно, принесло большой материальный ущерб. Но и впоследствии строил колокольню известный русский зодчий Евграф Петров. В общее время строительства было более 20 лет. В годы советской власти колокольня молчала, сооружение разрушалось. Было несколько попыток реставрировать здание. В звоннице 25 лет стояла окруженная строителями лесами. Сама конструкция шпиля – очень мощное сооружение. И даже в таком состоянии, полу, сказать, разрушенном, она была очень твердо стояла. Но так или иначе, что капитального строительства за все это время не проводилось. И, по сути, вот эти работы начались только сейчас, с осени прошлого года. Проектные работы продолжаются. Первоначальная документация на колокольню в архивах не обнаружена. Пока точных данных о том, будет ли сквозным и открытым для посещений проход через ворота колокольни, нет. Внутренние восстановительные работы будут проведены. Штукатурка в данных местах, ну, так бывает, больше 15 сантиметров. Но это о чем говорит? Говорит о том, что кирпич, он очень старый, он имеет свойство разрушаться под этой штукатуркой. Там создается вакуум, и кирпич начинает сыпаться. Начальство говорит, что до конца апреля мы должны здесь все сделать, справиться. Ну, я думаю, так и будет. Должно управиться. И в скором времени, я думаю, колокольню будет еще лучше и красивее, чем было раньше. Колокольню более 100 метров высотой реставрируют за счет средств федерального бюджета. Жители города уверены, посвежевшая после ремонта звонница привлечет в шую поток туристов. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.